Добрый день, дорогие друзья! Давно мы не снимали уже обзоры чехлов. Саша Айкейстаганка решил нам, как всегда, в этом помочь, потому что, ну, если у вас айфон, то в связи с экономической ситуацией текущей, наверное, вы не будете его быстро менять там на какой-то другой айфон, и поэтому хотелось бы с ним ходить как можно дольше. В какой-то веке я вот начал активно использовать чехлы, покупаю самые там какие-то интересные для меня модели, стараюсь их менять. Тебе Apple дарит чехлы? Ну, Apple дарит чехлы, там, добрые люди дают на тесты и так далее. Самое главное, что я не хочу разбить свой смартфон, вот. И поэтому компания SGP, например, мне очень любопытна, потому что они делают очень интересные модели и в то же время недорогие. И мы с Сашей решили сказать, так сказать, про коллекцию зимы 2015-2016. Осень-зима. Да, осень-зима. Что есть нового SGP для iPhone 6+, 6S+, и для iPhone 6, плюс рассказать вам про чехлы под названием, как они называются, Connect? На Тилзе. Ну, в общем, да, как такая хитрая новая какая-то марка, которую я еще пока не видел никогда. Но просто как бы хотел добавить их в коллекцию, как защитный чехол с клипсой для ношения на поясе. На поясе, можно сказать, да. В своих обзорах мы всегда рассказываем только про брендовые чехлы. Это Incase, это чехлы от Apple, это Шпигин, обязательно чехлы от Zaki. Про чехлам рассказывать не хочешь, потому что вы тратите деньги на то, что у вас быстро износится, либо то, что вам не доставит удовольствия. Так, Шпигин выпустил новую коллекцию защитных чехлов, эта коллекция пользуется бешеным спросом, потому что она красивая. Мне Шпигин нравится из-за того, что они делают уникальный дизайн, они делают уникальную защиту вашего смартфона, плюс они там в подарок себе какую-нибудь пленочку кладут. Или даяточку, или еще что-нибудь. Многие на почту пишут, а почему у вас цена такая низкая на Шпигина, вы подделку продаете? Нет, просто у нас официальный поставщик, который не регулирует цены на ее продукцию, вы можете выставлять свободную. А есть люди, которые самостоятельно возят из Америки и по курсу доллара их пересчитывают, чтобы получать выгоду. Коллекция чехлов Slim Armor CS. Мне что-то очень нравится, здесь есть просто силиконовый чехол, а есть составной из двух пластин. Вот силиконовый, кстати, тонкий, он мне этим понравился. Он тонкий, да, здесь такие вставки под карбон, тоже они силиконовые, просто лазером сделана гравировка. Сама компания Шпиги, для тех, кто смотрит, у нас первый раз корейская, с главным офисом, с главным офисом в Калифорнии. Там сидят дизайнеры, которые рисуют дизайн, а само производство находится в Корее. В Китае или в Корее? И в Китае, и в Корее, в двух странах. Там пленки они выпускают в Корее, а основную массу чехлов сейчас они переместили в Китай, чтобы удешевить процесс производства. Подделок на рынке сейчас мало. Раньше они пестрели подделками, но что-то у них там не срослось, видно из-за того, что... Ну а цены хорошие, это какой смысл? Да, цены хорошие. У них очень много чехлов, там плюс-минус тысяча рублей, и вы получаете действительно классную модель. Вот этот простой силикон, а этот составной из двух частей. Особенность в том, что он разбирается вот так вот. Вы можете... Почему мне нравятся составные чехлы? Они не теряют со временем свою форму. То есть вы его носите год, и он может вот такой вот уже загнутый быть. От перепада температур, от постоянного использования, от постоянного того, что снимаете. Здесь один раз его засунули, и все. Просто надели силиконную пластину, причем она очень классно сделана, за счет того, что она крепится вот на такие вот штряки, которые торчат на самом чехле защелки. Все, она держит его полностью ребра, она оттуда со временем не вылезет. И в кармане, когда он будет доставать, ни за что не зацепится и не упадет. Обратите. Сама фактура чехла, сама форма. Смотри, вишки, углы. Если будет падать, то обязательно углом, который амортизирует удар. А легко снять? Снять вот так не снимешь. Надо обязательно опять снять пластину и вытащить чехол. Если снимать так, то можно повредить чехол, и в будущем у вас этот угол будет торчать. Все разъемы закрыты заглушками. Что на какую-то долю защитит ваш телефон во время дождя. То есть от небольших брызг. В наших подборках теперь будут только качественные чехлы. Мы вот остановились на брендах Catalyst. Шпигин, Incase, Azaki. Lifeproof и так далее. Lifeproof я, скорее всего, уже исключу. Почему? Потому что у нас был случай, когда клиент купил Lifeproof. Не до конца что-то там закрыл. Пошел купаться в море. Приносите чехол и телефон. То есть обвиняют тебя в том, что ты виноват? Ну да. Но телефон мы ему восстановили. А за чехол вернули деньги. Понятно. Вот. И вторая коллекция. Они выпустили, так как у айфона уникальные сейчас цвета. Там они добавили розовое золото. И все идут за прозрачными чехлами. За прозрачными, да. Есть обычные прозрачные чехлы, не Шпигин. Да. Которые со временем гнутся. Чем не нравится у обычных прозрачных чехлов посторонней компанией. То, что если засунуть в них телефон, вот эти вот части, ребра. Видишь, они постоянно в кармане у тебя будут собирать всю грязь. Да. Они не держат здесь боковушки. И со временем, просто через месяц, вы уже замените его на другой. Шпигин, они подходят с умом. Они заранее покупают муляжи. Полностью соответствующие по весу и габаритам телефона. И уже на муляже изготавливают чехол. Который потом распускают массовое производство. Здесь у вас не будет ничего болтаться. За счет того, что они разделили чехол гранями. А, я понял. Вот такие крепежи внутри чехла. Это такая... Но это для шестерки. Я на рынке не встречал, по крайней мере, таких чехлов, как в инопрозрачных. В то же время не особо такой толстый. Ударопрочный. С амортизирующими углами. Вот здесь они, видно, вступают немножко. И стильный. Это Шпигин. Это та же модель, только с бампером. Да. Вот это, кстати, тоже интересно. Потому что у них целиком он разборный щита. И вот этот бампер, он еще позволяет еще интереснее смотреться. И в будущем вы можете купить другого цвета бампер и использовать вместе с айфоном. И в то же время он защищает чехол от того, чтобы он со временем у вас деформировался. Да. Есть... Бамперы, бамперы. Вообще отлично смотрится, да. Ну, хорошие чехлы. Тут ничего не добавишь. Давай посмотрим на Connect. Да, на Connect. Многие спрашивают, мне нужен чехол именно с крепежом на пояс. Нужен защитный. Так, чтобы чехол одновременно не вынимать. Посмотрим, что же такие из чехлы. Что-то в комплекте у нас идет. Еще у них тоже есть прикольные чехлы с магнитным держателем. То есть, вы засунули чехол, купили машине магнитный держатель. Можно прям в чехле, там уже закреплен магнит. Просто прислоили, и он держится. Их держится на самом деле очень крепко. Если будет нужно, мы про них расскажем в комте наших обзоров. Пишите в комментариях, если вас за это заинтересовало. Мы обязательно все расскажем. Вот. Чехол. Поликарбонат, твердый. В то же время софт-тач покрытием. Качественно собран. Качественно собран. Здесь мне нравится то, что вот эта часть... А, просто сверху засовываешь шаппарат, да, и все? Да. У нас по шестерку сейчас засунем, посмотрим. Как оно. Не будет ничего там мешаться, и так далее. Вот здесь такие на салазках. И сверху, как в оригинальном опускном чехле силиконом, защелкивается, и все. Вот эту клипсу можно снять внутренне чехла. Специальный механизм. Еще удобно, ее спокойно можно... Я покажу на кармане. А также можно ремень крепить. Кому-то такая вот вещь нужна. В офисе многие так и ходят. Почему нет? Все, многие просто спрашивали про такой чехол. Подверите. Вот достойный брендовый. Сзади можно денег засунуть. Аналог, да. Можно карточку-тройку в метро есть. Ну да. Почему нет? Ну, просто рекомендую. Плохие вещи не посоветую. А для Плюса есть такой? Для Плюса тоже есть. Белый, прозрачный и черный цвет. Вот они два идут. Мне очень просто нравится. А клипсы снять нельзя, да? Можно изнутри. А, она снимается, да? Съемный клипсы. Отлично. Ну, а что, хорошая функциональная вещь. Я бы сам попользовался. Здесь внутри нажимаем. Немножко она уходит вниз. И вынимаем. Давайте переоденем, посмотрим, как будет без клипса смотреться. Что мне нравится, очень удобно засовывать. Прямо здесь вот такие салазки, которые держат корпус. Чтобы он не выпал оттуда. Защелкнули. Яблочки теперь видно без клипс. Прикольный чехол. Да, слушай, толковый. А сколько стоит? Он в руке еще приятно. Мне вот нравится. Здесь не такое софт-тач покрытие, которое как везде, как у аналога. Знаешь, такой глянтый, немножко глянтый. Здесь именно такой матовый. Очень рукам комфортно держать. Не скользит ничего. И вот эти вот крепежи, которые крепятся за ребра айфона. Тоже будут защищать от того, что если он упадет вот так вот, то он у плашмя ребра немножко тоже амортизирует удар. Защитят стекло. Вот эти грани, которые в буквы. Хороший чехол. Да. В общем, Саша опять откуда-то притащил очень интересную модель. Так что обращайтесь. Ну так, откуда купили? В официальном поставщика, дистрибьюторе компании Телзи в России. Ну да. Я немножко о другом. Немножко другое имел в виду, что опять нашел что-то интересное. В общем, Шпигин, дорогие друзья, вечный хит. Новые модели. Приходите, смотрите. Хорошая защита для телефона. И спасибо тебе за интересный рассказ.